Хотите узнать, какие часы делают в России сегодня? Смотрите этот ролик. Сегодня мы расскажем про марку часов космоса. Все, что знаем, ну или около того. А начнем с эпиграфа. Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься потреблением. Пить пиво и смотреть сериалы, сказал фантаст Рэй Брэдбери. Думаю, что узнав больше про бренд космос, вы согласитесь, что эти слова – лучший эпиграф для этого бренда. Несколько дней назад мы выложили предварительную съемку часов космоса. Выложили, чтобы собрать комментарии и вопросы наших подписчиков. Самое горячее обсуждение пошло в инстаграме. Там ролик про космос набрал больше просмотров, чем про часы Lank & Zone. При этом большая часть комментариев содержала критику. Ох, и недобрые там люди. В ютубе интересовались тем, что это за зверь. Дело в том, что в 60-х годах в СССР выпускались часы под маркой космос. И было бы естественно, если бы создатели часов написали длинную и красивую историю про наследие великого советского часпрома. Однако ничего подобного они не говорят. Они не врут. Никакой связи между тем космосом и этим нет. И уже это позволяет мне назвать марку космос одной из самых честных часовых марок. Но давайте подробнее посмотрим одну из моделей. Вот эту, которая называется Юпитер. Стальный корпус диаметр 41 мм. Кожаный ремешок. Циферблат выполнен в стиле 60-х-70-х годов, имея декорирование в стиле солнечные лучи, накладные индексы, стрелки, листья. Интересно посмотреть на этот корпус в профиль. В качестве механизма использован один из автоматических калибров тайм-модуль. Цена часов 14 890 рублей. Многие комментарии к нашему первому предварительному ролику касались о комплектующих того, что в этих часах российском. Действительно, их не так много. Ровно столько же, сколько и во всех остальных российских часах. Да и не только российских. Дело в том, что для того, чтобы выпустить полностью локальный продукт, одного предприятия недостаточно. Нужна целая отрасль. Отрасль, которая будет выпускать огромное количество маленьких комплектующих. Чтобы было понятно реалистичность создания чисто российских часов, приведу цифры. Только современное производство циферблатов оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Столько циферблатов на российском рынке просто не нужно. Поэтому выпускать их здесь, к сожалению, экономически бессмысленно. Пользователи Instagram TheStarsOfGreen обратили внимание на нерусскоязычный календарь на этих часах. Действительно, дни недели на этих часах указаны на английском. Я спросил у создателей часов, почему так получилось. Они говорят, что прекрасно видят этот недостаток, но японцы отказались сделать календарь на русском языке, сославшись на то, что партия, необходимая для нашей страны, слишком мала по их японским меркам. В итоге сделали так, как сделали. И есть определенное расхождение между англоязычными днями недели и надписью «Космос» на русском. Спросил создателей, почему вы выбрали именно кириллическую надпись названия бренда. Ведь это же на корню рубит возможности продажи за рубежом. Ребята ответили, что да, мы все прекрасно понимаем, но это вопрос принципа. Мы делаем часы для России, мы делаем наши русские часы, и насколько можем, эти часы должны быть русскими. Если иностранцы захотят покупать часы, пусть покупают с нашим логотипом, с кириллическим логотипом. Не захотят, но их право, их дело. В любом случае, мне такой подход кажется намного лучше, чем подход создателей автомобиля УАЗ Патриот, на котором слово «Патриот» написано в латинице. Вопрос, что в этих часах российского, подразумевает в том числе и сборку. Сборка космоса проводится не просто в России, а в Москве. Вот в этом здании, на развилке Каширского и Варшавского шоссе. Будете проезжать мимо, помашите рукой. В коллекции «Космос» пять мужских и две женских модели. Все они носят звездные имена. Мне кажется, здесь создатели немножко перестарались. Цены начинаются от без малого 9 тысяч рублей. Именно столько просят за часы «Орион». Это кварцевые часы с большим указателем дня недели. Ярче всех выглядит модель «Сатурн». Это полный календарь. Мне кажется, не так плохо, что окна дней недели и названия месяца здесь такие маленькие. То, что английские названия не видны, есть даже определенный плюс. Основой модели послужил кварцевый механизм компании «Миота». Как и во всех кварцевых моделях, задняя крышка здесь глухая. На ней изображено название бренда и изображена космическая станция. Такая, какой мы видели ее, представляли ее где-то в годах 60-х. Времени, когда все наши взоры были обращены к звездам. Наверное, настал момент рассказать о том, почему в качестве названия было выбрано именно космос. Эти часы создавали российский физик и компания «Орбита». Компания, близкая к одной из наших российских сетей, занимающихся торговлей часами. Как они говорят, целью было не просто сделать очередные часы, а сделать часы, которые максимально отражали бы какую-то нашу российскую идею, наш российский дух. Наверное, вы помните, что лет несколько назад вся страна была озадачена поисками национальной идеи. Чего-то, что объединяло бы всех нас. Очень может быть, что в качестве такой идеи стоило взять космос. Потому что это тема, в которой Россия имеет однозначный приоритет. Начиная с Сиолковского, рассчитавшего возможность космических полетов, первый спутник, первого человека. Да и сегодня космос — это то, где наша страна имеет однозначный приоритет. И это направление, за которым с трепетом следим все мы. Но, как говорят создатели часов, космос — это не просто технология. Космос — это прежде всего стремление к чему-то высокому, новому. Как здесь не вспомнить Брэдбери? Когда проектировали модели, старались совместить два желания. Первое — это желание сделать что-то свое, что-то, чего еще нет на рынке. А второе — это потребности торговой сети. Соответственно, потребности уложиться в определенную цену, которая сделала бы эти часы доступной для значительной части россиян. От космоса взяли тему и стиль. Стиль оформления часов, который был популярен в 60-70-х годах. При этом вложили в часы максимум того, что можно уместить в цену. Здесь очень мягкие и комфортные ремешки. К тому же обратите внимание на шпенек системы быстрой смены ремешка. Чтобы заменить ремешок в часах космоса, вам не придется идти в магазин или в мастерскую. Создатели говорят, что корпус часов похож на космическую станцию или на летающую тарелку. Ну, тарелку, не тарелку, но вид в профиль действительно получился интересным. Отчасти благодаря форме стекла. Оно здесь минеральное, чтобы уложиться в цену около 10 тысяч рублей, но при этом куполообразное. К тому же имеет фаску по контуру, по контуру корпуса. Благодаря такой форме и фаске под определенными углами мы получаем интересный оптический эффект. Циферблат покрывается как бы световыми волнами, волнами света и тени. Некоторые наши подписчики критиковали надписи на циферблате, например, надпись фазы Луны. Яковлев Александр предложил написать на часах часы, ну, чтобы уж совсем было понятно. Признаюсь, меня надпись фазы Луны тоже слегка смутил. Но когда несколько человек спросило меня, что за окошечко расположено на модели Солнца и Луна, я понял, что, ну, наверное, не стоит всех подряд равнять по себе. Помимо специалистов, есть и обычные люди, которым эта надпись очень может пригодиться. Дать свои комментарии по новой марке мы попросили Андрея Гоноцкого, владельца магазина Aviator Time. В этом магазине представлен широкий ассортимент швейцарских, японских и российских марок. И нам было интересно мнение представителя торговли. По его словам, Aviator Time включил Космос свой ассортимент для того, чтобы заполнить нишу доступных классических часов, как-то связанных с российской историей. И он отметил, что Космос интересен как раз-таки женскими моделями. Есть категории женщин, которым нужны крупные классические часы похожего характера. Это, например, боргпроводницы, служащие оборонной промышленности, служащие в армии. Лично мне такой комментарий показался удивительным. Но Aviator Time занимается продажей российских часов не первые десяток лет. И, что называется, им виднее. Кстати, представим и вторую женскую модель – «Созвездие». Помимо ремешков, часы Космос могут поставляться на межбраслетах. Сделано все более чем прилично. И тоже с механизмом быстрой смены. Женские часы отличаются от мужских прежде всего диаметром. 33 мм против 41 мм. Задняя крышка оформлена точно в таком же стиле. Внутри работает кварцевая миота. Кстати, обратите внимание на такую мелочь, как ремешок. Здесь не просто написали на нем название бренда, но и на кончике поставили еще одну эмблему Космоса. Леонид Еленин написал, что для него и Космос – это часы лунохода от Константина Чайкина или Марса от Александра Белоусова. Я оценю его выбор, и мне тоже нравятся те модели. Но сколько луноходов продается за год? Создатели Космоса хотели сделать прежде всего доступный товар. Товар, доступный многим. Но приготовили кое-что и для любителей эксклюзива. На сайте упомянуты четыре модели, сделанные в единственном экземпляре. К нам в руки попала одна – «Восход на Луне». Это все тот же мужской корпус. Модель отличается циферблатом. Он выполнен в технике, похожей на лаковую миниатюру, как Палех или Федоскина. Основа циферблата – серебряная пластинка, на которую нанесено тиснение, имитирующее лунную поверхность. А сверху – 10 слоев лака. Слой лака – сушка, слой лака – сушка и так далее. Чтобы сделать один циферблат, у художника уходит несколько дней работы. На мой вопрос «Зачем?» Это же коммерчески сложный продукт. Создатели ответили. Мы хотим делать наши русские часы. Часы, которые будут нести в том числе наши русские техники, наши традиции. И здесь я возвращаюсь к тому, почему назвал «Космос» одним из самых честных продуктов. Его создатели не пытаются сочинять легенды, не пытаются приписывать себе чего-либо, чего не было на самом деле. За что им огромный респект. При этом они постарались внедрить в часы какие-то фишки. Этот циферблат, обратите внимание, он не плоский, а немножко выгнутый около корпуса. То есть такой, какой был популярен в 60-70-х годах. Это стекло, про его форму мы уже говорили. Это секундная стрелка, кончик которой загнут и повторяет форму циферблата. Некоторые говорят, что сегодня нет ничего проще, чем сделать свою собственную часовую марку. «Космос» – хорошая иллюстрация того, насколько это легко или просто. Первые прототипы «Космоса» я видел около двух лет назад. И только этим летом часы поступили в продажу. Два-три года – это стандартный срок для разработки и запуска в производство в продажу нового бренда. Цены часов «Космос» колеблются около 10 тысяч рублей. Дорого это или дешево? Понятие цены в часах относительно. «Космос» намного дороже базовых моделей «Востока». Но и товар здесь другой. Вообще, в диапазоне 10 тысяч рублей не так уж много приличных часов, имеющих собственный самобытный характер. Сегодня «Космос» продается на сайте производителя, на сайте «Космос Watch», на сайте «Watch Planet» и на «Aviator Time», про который мы уже говорили. «Космос» – бренд абсолютно новый и никому не знакомый. К тому же, даже в этом ролике мы обратили внимание на некоторые недоработки. Стоит ли покупать эти часы? Здесь есть своя идея, здесь есть свой дизайн. За качество вряд ли стоит беспокоиться. Его гарантируют, во-первых, японские механизмы, а во-вторых, то, что в производстве и проектировании часов задействована торговая сеть, которой проблемы с покупателями не нужны точно. Поэтому, если какая-то модель нравится, то брать ее определенно можно. А насчет того, новый или старый бренд – все в этом мире когда-то было новым. В конце ролика хочу объявить розыгрыш. Через неделю мы разыграем вот такой небольшой сувенир от канала. Кружку с логотипами всех наших журналов. Условия розыгрыша традиционные, открытая подписка и комментарии. А вот вопрос, на который я хочу попросить вас ответить, не совсем традиционный. Он касается не просто часов. Как я уже сказал, наш предварительный ролик про космос получил огромное количество критики и замечаний. И это касается практически любого российского товара. Мы, россияне, почему-то очень требовательны ко всему, что делается в нашей стране. Мы хотим, чтобы все, что производится у нас, было не просто хорошим, а самым-самым лучшим, буквально идеальным. Но сделать сразу идеальное невозможно. Обычно этому предшествует огромное количество попыток, в которых не все получается так, как задумывал их создатель. Почему же мы настолько требовательны? Почему мы настолько критичны к любому товару, который был сделан в нашей стране? Напишите ваше мнение. Роликом про космос мы только открываем серию обзоров про новые русские часы. И нам будет важно ваше мнение. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть еще больше интересного. Из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова